Сейчас такие времена, когда водители-идиоты становятся собственниками. И на первом месте у нас есть этот невнимательный водитель, который, вероятно, думал, что ему сошло с рук его сумасшедшее вождение. Но удобный и наблюдательный полицейский позаботился о том, чтобы они этого не сделали. Когда же люди узнают, что поворотные полосы предназначены только для поворота? Этот подражатель дорожного Рейгера чувствовал себя крутым, пока не встретил этого хорошего мальчика. Базовое понимание транспортного потока помогло бы этому водителю-идиоту избежать штрафа. В лучшем случае это была поездка в тюрьму, но этот разъяренный идиот получил в худшем случае поездку в больницу. Этот придурок хотел следовать своим собственным правилам дорожного движения, но этот коп очень быстро положил этому конец. Простой взгляд в зеркало заднего вида, вероятно, заставил бы этого водителя, который не дождался зеленого света, передумать. Этот сердитый водитель проснулся сегодня утром на неправильной стороне дороги. Но ты же хочешь быть посередине. Это твоя проблема, тебя сбивают с ног. Здесь написано. Это очень интересно. И попытка напасть на этого велосипедиста у него ничего не вышла. Этот невнимательный идиот подрезал другого водителя и пытался вести себя так, как будто он не сделал ничего плохого. Но хорошо поставленный полицейский видел все это. Вау. Вау. Этот нетерпеливый идиот чуть не съехал с дороги, пытаясь обогнать грузовик. Но водитель грузовика очень быстро положил этому конец. Этот идиот ехал на большой скорости через школьную зону. И прямо мимо полицейского. Этот идиот на собственном горьком опыте убедился, что природа всегда побеждает, даже против его грузовика. Этот идиот проносится мимо полицейского и получает самый большой испуг в своей жизни. И самое большое облегчение. Эта идиотка думает, что ей не нужно ждать школьного автобуса. Но полиция меняет свое мнение на этот счет. Идиот в синей машине устроил аварию. Эта идиотка думает, что ей не нужно ждать школьного автобуса. И тут у пассажира хватает наглости угрожать другому водителю. Прямо на глазах у копов. Если ты собираешься совершить незаконный разворот, убедись, что при этом не подрезал копа. Этот идиот, пытающийся обогнать группу мотоциклистов, получает большую дозу мгновенной кармы за то, что был таким нетерпеливым. Так много водителей избежали бы штрафов в гневе кармы, если бы просто научились немного терпению. Это могло закончиться намного хуже для этого невнимательного идиота, чем закончилось. Но несколько сотен долларов, покинувших их банковский счет, должны быть уверены, что отныне они будут уделять больше внимания. В дополнение к штрафу, который этот придурок получил за то, что чуть не стал причиной нескольких аварий, им нужно вернуться к голове водителя. Вау! Да! Да! Только он! Оу! Оу! Мне это нравится! Оу! Этот идиот чуть не попал в аварию, неудачно повернув налево. Но рядом есть удобный полицейский, который проведет для них курс повышения квалификации по вождению. Пожалуйста, скажи мне, что ты о танке. Да, спасибо тебе. Они, должно быть, чувствовали себя такими глупыми, проезжая мимо самого очевидного полицейского на дороге. Этот идиот думал, что они освобождены от необходимости махать знаку «Уступи дорогу», но полицейский думал иначе. Удобный полицейский убирает этого идиота, который посчитал, что красный свет был предложением. Вау! Этот водитель, должно быть, очень спешил, судя по тому факту, что они не потрудились потратить впустую эти три драгоценные секунды на знак «Стоп». Даже малейшая осведомленность о ситуации позволила бы этому водителю увидеть полицейских перед собой. Этот придурок чуть не вытолкнул мотоциклиста на полосу встречного движения. Не ожидал, что мотоциклист сразу после этого остановит полицейского. Спереди один. Я еще не снимал видео. Я могу выкрутиться из этого. Этот дорожный разбойник пытается сбить зеркало мотоцикла этого парня. Блять, он не по ноге проехал. А взамен получает визит российской полиции.